Всем доброе утро! Гоша, доброе утро! И вам доброе! И приятного аппетита! Спасибо! Мы сели с Гошей позавтракать. Я тоже себе кашу сделала, кофе. И вот, едим кашу, в общем. Ну, а Ваня что-то сидит. Ваня, наливай себе чай. Ваня уже поел еще раз. Перед школой покушает. И сейчас в школу пойдет уже. Ну что, Маша пришла со школы, кушает. Приятного аппетита! Так, сейчас мы здесь убираем тоже все стаканы и тарелки. Вот. Я что-то сегодня даже кофе не допила. Сделала себе маску из белой глины. Вот, по-моему, голову. Маска Гарниер, которая очень хорошая тоже. С каким-то этим ментоловым эффектом. Сегодня варить я ничего не буду, у нас еще осталась лапша со вчерашнего дня, и позавчера мы еще готовили перловку, там еще перловки чашечка осталось. Так что, у нас рыбка скоро поспеет уже, соленая селедка. Так что, так что вот так сегодня у нас будет. Сейчас помоем посуду, и там нам посылка с Китая пришла, как-то что-то, не знаю, сейчас Маша поест и сходит. Так что, в общем, сегодня заниматься особо нечем, будем отдыхать. Пол вчера мыло, сегодня не буду, наверное, ничего делать. День надо отдохнуть, в общем. Так, что еще, что-то еще хотела вам сказать. А, кстати, вешалка вот эта вот напольная, которая, что-то, наверное, более легкое, наверное, на нее нужно вешать. Сейчас включу свет, потому что вроде вчера весь день она продержалась, а сегодня ночью я проснулась, она как бы опустилась ниже. Наверное, все-таки вот так. Что-то такое легенькое, футболочки, наверное, какие-то рубашечки, платьишки. Или плохо вот эти вот штуки закрутили здесь, а вот эти вот. Надо лучше, ну, вроде, мужики-то закручивали, в общем-то, куда еще. Так, ну ладно. Что, Маша? Заполни справку. Это справочка на прививке. Нас откажем все равно, они не понимают. Сейчас заполню. Как дела? Хорошо. Хорошо, говорит. Хотела ее на почту отправить, но почту у нас сейчас обед, и я говорю, не ходи, а то зря сходишь. Я тут легла полежать. Только легла полежать, смотрю, машинка. Съела тоже яблоко сейчас. Ладно, давай заполни. Ну что, пришла к ключе свет? Что пришло? Не смотрела? Нет. Ну что, что ничего ты не из моего? Да? Да. Ну раздевайся. Ну давай, открывай. Я тебе сказала, ножницы, иди возьми. И я попытаюсь своим спорить. Во. Это, наверное, моя помада, скорее всего, мне кажется. Потому что я еще заказывала свою помаду. Да? Ну открывай. Я думала, мои наушники придут. Наушники, наверное, скорее всего, заказным придут. Типа их принесут? Нет, просто заказным. Можно провалить? Ну. Вот какая помада. Красивая. Угу. Летом будешь мазаться? Мазаться. Ну-ка. Ммм, запах приятный. Можно мне понюхать? Понюхай. Ой, пахнет так. Вкусно? Я чуть не понимаю. А, все поняла. Как? Шоколадом каким-то, мне кажется. Нет, другим. Да? Не, пахнет молочным. Ну да, что-то вот как молочным, вот этими батончиками молочными. Вот что-то такое. Так, ладно, сейчас накрашу, покажу вам. Вот, накрасила губы. Помада, правда, хорошая. Такая мягкая. С каким-то таким отливом, как с золотым. Хорошо, правда. Приятная. Вот. Так что, теперь у меня две помады новые. И еще я вчера заказала себе помаду одну. Помады идут долго, полтора-два месяца. Ну, ничего, нормально. Мне очень нравится. Дети все в телефонах. Масати. Так, а я варю овощи. Хочу сделать винегрет. Пят уже, наверное, с минут сорок. Но еще рано. Вот. Здесь я еще пью брусничный лист. Вот. Так. Сейчас покажу, что делает Гоша у меня. Ну, а что? Ты ешь? Я пока не понял. Смотрите, какой лимчик. Малин. Дети все на мультиках. Кто-то на телефонах, кто-то на мультиках. Давай, кушай, давай. Просил, кушай, давай. Ты что делаешь? Это он жвачку так где? Ну-ка, все, давай ее выкину. Нет. Все, она уже грязная. Давай, ешь. Давай, кушай, все. Давай, чтобы все съел. Ты молоко выпил? Молоко. Ну, практически выпил. Да, давай, ешь перемене. Мочки. Так, хочу сделать сейчас маску. Олаживающую для лица. Это мужскую пену нанести на лицо вместе с солью. И сделать как скраб. Подержать маленько и смыть. Очень-очень хорошо очищает лицо. Сейчас мы вместе с вами попробуем. Так, взяла я столовую ложку соли. Обычной поваренной соли. И пену. Любую пену для бритья. Сейчас я ее чуть-чуть. Прям вот чуть-чуть. Да, тут это пена гель. Так что прям ее нужно прям вот капельку. Так, все наносим. Я ее хорошо размешала. И наносим. Конечно, в идеале лучше такие маски наносить над раковиной. Будет более... Я, наверное, ребят, так и сделаю. Сейчас над раковиной нанесу. Потому что все равно все осыпается. И не особо удобно. А над раковиной уже будет более удобнее. Так, ну что, сделала я скраб с пеной и соли. Все смыла. Кожа невероятно нежная, мягкая. И сейчас я взяла прям пену и сейчас втираю ее. Прям я уже стояла сейчас в ванне. Прям как массаж делаю. Потом, девчонки, кожа будет. Вы не представляете, какая. Она настолько будет чистая. Настолько будет напитанная. Это вообще идеальнейшее. Это супер результат. Для рук и для лица. Вот так. Не только мужчинам можно пользоваться, но и нам, девочкам, тоже можно такой метод использовать. Просто божественно. Прям массаж, массаж. Такой втирающий. Супер. Пена на самом деле начинает впитываться. Вот она уже гораздо ее меньше становится. Трем, трем, все втираем. Пропитываем себя. Как будто бы в рукавичках. Я не знаю, как после обычной пены. Это гель. Пена. И это просто супер, конечно. Вообще, гель. Вот у меня муж берет, и ему хватает очень-очень надолго. Ну что, массировала я еще минут 7, наверное, втирала, да? И она прям полностью впиталась. То есть, остался только вот такой, как пленочный слой. Я смыла. Результат потрясающий. Кожа идеальна, чистая. Она такая увлажненная. Прям, ну, что можно сказать. Просто фантастика. Руки тоже он прям, ну, отлично. Отлично. Так что, можно таким способом пользоваться. Вот. Так что, если у вас нет еще пены, то обязательно приобретите. И желательно, чтобы была пена-гель. Тогда она, мне кажется, на мой взгляд, лучше работает. Вот. Ну, ладненько. Сейчас буду сливать свои овощи на этот винегрет. Буду делать винегрет. Так, ну, что, настрогала винегрет. Я добавила сахара. Я добавляю всегда сахар винегрет. Вот. Еще хочу, наверное, добавить яблочко. Я как-то раз делала с яблочком. Тоже очень вкусно. Сейчас яблочко порежу кубиками. И залию маслом. Ну, что? Винегрет сделала. Уже попробовала. Но, вы знаете, у меня нету запаха масла. Сейчас мужу позвонил. Он мне сейчас купит. В общем, пусть и работа зайдет. Яблочко добавила. Почистила его, соответственно. Ну, и, конечно же, не хватает масла. А так будет супер. Добавила горошек. В общем, отлично. Так что, мотивирую вас на то, чтобы вы тоже вместе со мной приготовили винегрет. Очень полезный и вкусный. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok